всем привет с вами радио медиа метрикс и цикл передач мой канал бизнес решения ирина муравьева сегодня у нас в гостях очень интересный гость все вы знаете что на сегодняшний день без личного бренда можно сказать нет продвижения продукта личный бренд сейчас никто не хочет покупать у неизвестных компаний все хотят покупать у лица все стараются сейчас задумываются о необходимости развития личного бренда и youtube является одним из интереснейших каналов для продвижения личного бренда наш гость вадим бабешкин его канал миллион триста подписчиков в очень узкой теме всем привет прыжки в воду это для меня не укладывается в голове как можно с такой узкой темы получить такой широкий круг подписчиков его развивать монетизировать и сегодня я позадаю тебе вопросы как ты к этому пришел и что делать там бизнесменом как развивать свой личный бренд с точки зрения канала youtube и так всем здравствуйте вадим привет всем привет скажи пожалуйста вот узкая тема прыжки в воду я долго думала еще когда мы с тобой познакомились ну как так ну солдатиком прыгнули но прямо прыгнули но все этом подросткам интересно а дальше то что каналу много ли уже по моему три года да да канал три года давайте прежде чем закапываться в тематику прыжков в воду немножко расскажу вообще про тематику личный бренд плюс youtube и почему именно узкие ниши они хорошо работают на этой платформе то есть соответственно какой бы у вас маленький бизнес не был например неважно это может вот как у тебя там юриспруденция да или может быть это какой-то там продукт например доски для нарезания мяса и вот максимально узкий сегмент он может взлететь на ютубе в чем фишка и то есть нужно вообще просто понимать во первых специфику сейчас youtube это по сути второе телевидение а может быть для каких-то сегментов это уже некоторых даже 1 даже первое что я смотрю все-таки 90 процентов youtube чем телевизор и тема такая что если двадцатый век единственный канал вообще продвиж если ты хочешь развить свой личный бренд стать в топ-топ в своей тематике неважно бизнес политика музыка искусство что угодно тебе спорт тебе всеми силами нужно рвать на телевидение если ты в эфир не прорвался то считает твоя дорожка к славе известности какой-то узнаваемости какой-то статусности она закрыта то есть ни радио ни газеты они этого эффекта не дадут потому что видео это все-таки картинка плюс звук плюс еще там дополнительные какие-то материалы текстовые где-то ты можешь да что-то почитать дочитать ни радио ни газеты этого эффекта дать не могут но в 21 веке у телевизора появился гигантский конкурент это youtube и в чем принципиальное различие больших крупных каналов по телевидению их буквально там ну штук десять которые действительно смотрибельные да да смотрибельные крупные в которые дают в эфир что-то постоянно интересное и собирают большую аудиторию то есть вот в этом как бы принципиально специализированных каналов много но мы говорим о массовости это все таки не совсем десятка чтобы вот крупному каналу существовать быть прибыльным успешным он вынужден в свою сетку заряжать только самые хайповые что называется сейчас самые востребованные темы да политика то есть вот они там про украину тему гоняют или сегменты во первых нужно по целевой аудитории что мы неважно я про другое сейчас хочу сказать что количество тем которые помещаются в эфир они сильно ограничены и поэтому связи с этим у людей вообще есть гигантский спрос на все остальное то есть по телевидению не показывают львину львиное количество видов спорта по телевизору не показывают специфику про науку хотя огромное количество людей интересуются различными научными аспектами по телевизору даже discovery если так сказать он все равно он все равно где-то вот находит свои вот специализации не смотришь то что тебе хочется а ты смотришь то что тебе покажет даже не так то чего тебе может даже и ты не знаешь во первых что тебе хочется на самом деле человек-зритель он не знает чему чего ему хочется и когда youtube типа подсказывает на интересы не смотрят на ютубе на самом деле это большое как бы ну может быть изначально ты первый раз заходишь на youtube что-то выбрал пару каналов а потом 95 процентов просмотров приходится рекомендации то есть youtube он постоянно тебе подбрасывает на тебя за портку данная различие если получается передачи передачи вот она смонтирована ты заранее знаешь что чтобы что смотреть ты вынужден грубо говоря эфирная сетка до эфирная сетка и ты не можешь так скажем выбрать передачи которые тебе интересны ты вынужден смотреть повторы ты не можешь посмотреть другие передачи или нужно лезть в интернет чтобы смотреть какие-то прошлые выпуски youtube это совершенно другой подход ты в принципе смотришь по своим интересам хоть ты и сказал что 95 процентов смотришь что рекомендовано рекомендации попадают очень хорошо я смотрю только то что мне нравится ли тема которая мне интересна и там конечно я уже вижу когда я смотрю кого-то конкретно кого я хочу посмотреть и когда мне вылезают приоритете там появляется кто-то похожими темами не становится любопытный я дальше иду по рекомендациям youtube и начинаю смотреть вот здесь мы как раз переходим к ключевому то есть как раз слово похожий прозвучало да и тема что каждому зрителю youtube подбирает свой список рекомендуемых видео к просмотру так вот здесь мы переходим к самому радикальному различию чем отличается телевизор от youtube то есть телевизор это такой сгусток большой объем скажем так ограниченный объем назовем это качественного контента но очень мало образовательного ну скажем так это сравнительного небольшой объем контента который подходит огромному количеству людей и собирает цель у них да да именно сделать массовые продукты и и все youtube это агрегатор то есть он собирает огромное количество разных авторов и потом этих авторов старается старается выдавать не что называется не вот там мужчины 25 плюс с достатком выше среднего смотрите все вот это он старается подбирать каждому зрителю отдельно по его интересам и соответственно у каждого зрителя может быть совершенно разная сборная солянка видосов которые youtube им предлагает и в связи с этим возникает очень крутая перспектива практически для каждого человека который обладает хоть какими-то экспертными знаниями хоть какими-то увлечениями хоть какими-то интересами и готов в этом развиваться потому что вот теперь представь себе что такое youtube на сегодняшний день там что-то озвучили порядка 1 и 8 2 миллиарда уникальных зрителей в месяц по всему миру то есть это ну считай практически вся планета земля смотрит youtube за исключением китая где он там еще запрещен и получается что на это просто колоссальное количество выборок то есть чтобы вообще сейчас сломать мозг людям я скажу такую вещь что алгоритм вообще youtube это не просто программисты сели написали кому что выдавать это есть понятие сейчас наверное все в курсе что такое искусственный интеллект искусственный интеллект который постоянно образовывается постоянно учиться находить более точные выборки для каждого человека пытаются плодить максимально большое количество сегментов зрителей чтобы их максимально удерживать на платформе чтобы они все больше 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 смотрели в youtube то есть к чему пришли 1984 я имею ввиду знаменитый роман и соответственно что получается ему постоянно не хватает авторов ему постоянно нужен вот точечный контент который он сможет расфасовать по огромному количеству зрителей по вот этим выборкам потому что на сегодняшний день я могу со стопроцентной уверенностью сказать что на ютубе по-прежнему огромный дефицит топового контента несмотря на вот эту разницу телевидение youtube телевидение старается массовый продукт качественный продукт безусловно как бы мы там не относились к ряду передач тем не менее эти передачи они подходят они подходят миллионам людей они подходят миллионам людей там кому нравится кому не нравится это уже второй вопрос а то что это работа на такой спрос на самом деле а то что это действительно большой качественный продукт это сто процентов с этим спорить нельзя да и которые поэтому мы говорим о том что нам простым людям попасть телевизор это сложный процесс по ходу да за деньги на ютубе соответственно другая ситуация они скажем так там есть спрос на довольно таки среднего качества продукт то есть даже бывает низкого качества набирает огромное количество почему потому что на самом деле я объясню даже почему почему не нужно сразу стараться делать качество даже вот такого уровня это избыточное дело в том что телевидение это в чем еще потребность человеку нужен вот этот говорящий друг которому он доверяет который ему доставляет какую-то информацию с которым он сопереживает просматривая какие-то сериалы получаю какую-то информацию с ним образовывается что такое двадцатый век телевидения это сто процентов зомбоящик который которому 99 процентов населения доверяют беспрекословно по телевизору же сказали ну конечно но мы говорим что это действительно огромный инструмент влияния которому доверяет огромное количество народа ну а сегодня молодежь много ли она смотрит телевизор сейчас я говорю про двадцатый век двадцать первом веке доверие к телевизору сильно пошатнулось очень сильно постоянно в интернете что называется зайдешь и разоблачение за разоблачением сказали по телевизору в общем журналистика она немножечко так сказать упала в глазах населения получается или радикально за волевны или радикально поэтому я к чему веду формат ютуба он наоборот более жизненный он хочет видеть правдивую историю соответственно глянцевая картинка все напомажены правильно подсвечены сидят ровно стеклянными глазами смотрят мимо объектива говорят правильно не экают все смонтировано люди сидят хлопают вот это вот все в интернете смотрится дико то есть ребята мы это все видели по телевизору и мы в интернете не хотим это смотреть в крайнем случае мы хотим смотреть повторы видеоповторы вот этих передач а что касается продукт самих видеоблогеров продукт тех кто что-то производит на ютубе он должен соответствовать как минимум двум критериям первый это достаточное качество то есть хорошо бы чтобы звук был вот такой то есть ну что в достаточное качество входит ну не шипело чтобы и было слышно чтобы не раздражало чтобы не бесило пускай не идеально но должно вот как бы слышимо и видимо да а второе это интерактивность то есть ведущий те кто работают на канале они должны максимально коммуницировать с аудиторией то есть и они знают то есть мы не с первого канала обращаемся миллионы сотни миллионов людей и вы стадо а мы здесь по ту сторону телевизоры нет я например на своем канале мы снимаем тут в студии передачи на весь год один за одним там сейчас 21 июля мы снимаем новогодние огоньки и все там новогодние огоньки все с шампанским накидываются по десятому разу в ютубе все таки должно быть реалии жизни да все приближено не обязательно то есть может быть такое что контент заснят полгода назад но выпущен сейчас но это все равно должно быть максимально актуально это должно быть актуально да и не снял в студии восемь часов там работаешь с массовкой то есть у тебя это как-то более жизненно профессиональные продукты на ютубе безусловно тоже востребованы видеоклипы какие-то сюжеты короткометражки то есть все все это существует это в том числе дает нам право выбора потому что смотря передачу там телевизор нам только навязывают то и мы смотрим только то что нам показывают в рейтингах здесь все люди выбирают конечно да даже музыкальные которые нам постоянно крутят а не то что хотим мы а в ютубе у тебя есть возможность собрать реальную картину популярности даже там музыканта потому что количество переходов да количество просмотров это дает реальную картину раз что затронула эту тему популярность музыканта то вообще я сейчас склонен считать что понятие рок-звезды двадцатого века оно перекочевало теперь не только то есть кто такие рок-звезды двадцатого века музыканты это звезды кино звезды телевидения звезды ну не знаю что-то там может связано с искусством ну в основном какого рок то рок ну потому что это как бы двадцатый век то есть ты обобщаешь общие понятия ну да ну то есть если ты грубо говоря можешь себе позволить свой стиль жизни говорить то что ты думаешь а не то что хотелось бы тратить деньги направо налево я не знаю допустить себе чудачество и выглядеть не так как все кто ты рок-звезда не важно кино обобщим обобщенное понятие вот благодаря ютубу понятие такой рок-звезды двадцать первого века оно существенно расширилось сегодня это не только музыканты не только не только звезды кино не только звезды телевидения имеют право стать известными популярными и скажем тащить за собой и стать лидером мнения тащить за собой гигантскую аудиторию но и видеоблогеры любых ниш бизнес ниш то есть там я не знаю Оскар Хартман на сегодня он творит вообще чудесные вещи на ютубе у него собирается огромная за ним аудитория последователей тех кто хочет быть на него похожим или хочет услышать от него какой-то совет его миссия то что он несет и кто кто такой да то есть бизнесмен двадцатого века один да такой был ну несколько окей там Стив Джобс Ричард Брэнсон но по сути это те кто прорвались это те кто прорвались на телевидение по полной программе те кто дружили с кто там Стив Джобс у него один из лучших друзей Боно Юту Ричард Брэнсон это вообще Virgin Music то есть он имел доступ в принципе ко всем ко всем всевозможным каналам распространения информации и поэтому как бы зацепился за этот пласт сегодня то есть там люди такие там как у Оскар как Рыбаков как кто там еще ну я называю бизнесменов все-таки да я не не иду в сегмент блогеров и черняк не нравится да и черняк точно вообще супер то есть те кто не пояснягин в том числе нравится тебе или нет но это тоже бизнес блогер безусловно соответственно они сегодня имеют право называться рок звездами они имеют право на чудачество имеют право снять с себя вот эти пиджаки и вызывать друг друга на челленджи при этом оставаясь снимать клипы как Рыбаков да при этом при этом оставаясь бизнесменами да и скажем так и они несут свою миссию что важно и скажем так и имеют право то есть скажем остаться ну делать хайп что это сейчас называется хайп то есть собирать за собой какое-то сарафанное радио быть ньюсмейкерами по совершенно любым темам будь то спорт будь то какое-то чудачество видеоклип музыкальные проекты социальные проекты все что угодно при этом на другой площадке будучи людьми лидерами мнений бизнес аудитории они на полном серьезе одевают пиджаки серьезное лицо и рассказывают о своем опыте почему нет то же самое я я на самом деле в этом году на росте канала столкнулся с депрессией на самом деле связанной с тем что вот такое ну думающих людей я уверен у многих такой момент случался когда ты достиг какой-то точки и ты не понимаешь а кто я вообще вот в социуме где мое место куда мне идти где моя точка роста и так далее но у тебя контента еще намного если говорить у меня контента вокруг темы прыжки в воду и ты расширяешь я как бы я могу расширяться я могу сужаться то есть то есть ты почувствовал как ты то есть ты как рыба в воде сейчас в ютубе у меня есть скажем так ну то есть грубо говоря там случайно я могу идти по курьезным вещам могу идти по спортивным вещам могу идти больше шире в тему плавания в тему купания в тему аквапарка в тему бассейнов я могу делать все что угодно просто ну я не видел куда я веду ну вообще давай и вообще то есть кто я там Вадим снимаю видео про прыжки в воду и условно говоря я там пришел на вечеринку там высший свет условно допустим как мне себя круто подать да то есть тысяча миллион триста подписчиков это повод для гордости повод для того чтобы как бы сказать слышите все но это вызывает уважение безусловно но все таки да там хочется понимать да что такое статус мы же понимаем что это не куплено не накручено это естественный трафик это работа гигантская это гигантская работа это значит интересно миллион триста людям интересно если они продолжают ну короче я к чему это веду я посмотрел вообще в мире есть Кейси Нейстод Логан Пол Dude Perfect и там Slow Mo Guys и огромное количество каналов которые они стали уже можно сказать практически иконами этой эпохи кто они такие они рок звезды и я для себя как бы определил вот это понятие и куда мне теперь расти конечно куда тебе расти я хочу зарубежную аудиторию оказалось что в моем сегменте нет практически конкуренции на западе и у тебя достаточно развлекательно и не зря же я английский всю жизнь учил да да и у тебя интересно это смотреть большой аудитории это интересно смотреть детям я дети взрослые у меня на самом деле и они тебя смотрят это очень интересно потому что реально вся суть не просто что ты прыжки в воду а в том что ты делаешь интересно то прыжки в воду там в круги то на самом деле как бы у меня есть совершенно разноплавные темы связанные с обзором соревнований обзором поездок с спортом то есть естественно как бы и челленджи это крутая тема но по сегментации у меня сейчас в моем продукте МЖ 50 на 50 удивительно это удивительно даже для меня то есть например там то есть ты думал тебя будут кто смотреть я думаю что я работаю на мужскую аудиторию оказалось я работаю на широкую аудиторию и аудитория которая старше 18 лет по вот этому срезу ее больше 50 процентов и как бы вот это то есть это не дети и подростки как я бы например это у меня продукт он абсолютно массовый он поэтому миллион 300 он нацелен на что и он растет то есть я сейчас немножечко занялся своим вторым продуктом как раз созданием курса по ютубу как раз помощи другим по запуску ютуб в разных темах ну скажем так у людей довольно таки неправильное понимание вообще как выходить на ютуб да как делать свой продукт давай вот сейчас об этом поговорим и соответственно например многие считают что блин да у меня очень маленькая ниша очень ну вот как многие я тоже это знаю об этом можно говорить стройка ну какой ютуб и стройка а ведь я знаю примеры когда люди показывали как они строят дома другим показывали ошибки строительные каналы это прям целый вообще сегмент на самом деле я начала смотреть ютубе тебе удивишься с чего значит смотрят стройку и потом они получают канал лояльных покупателей потому что люди видят что человек профессионал он рассказывает как правильно они начинают ему доверять он ничего не продает потому что мы все устали что нам купи-купи-купи поэтому это вызывает большой приток лояльности лояльности и люди хотят что построим не дом поэтому в таких даже нишах как стройка стройка это вообще очень широкая ниша на самом деле есть канал на 300 тысяч подписчиков где человек занимается производством досок для нарезания мяса как правильно называется кухонная доска наверное да да то есть у него они дорого стоят там примерно по 6-7 тысяч рублей ну как довольно таки дорого то есть это уникальная ручная работа с различными скажем видами покрытия с различными какими-то рисунками и это в общем индивидуальный подход и так далее он показывает как он их делает соответственно да он показывает как это собирается но нашел себя в том числе есть сегмент фуд-блогеров то есть тех кто готовят еда кухни рестораны и так далее а что нам говорят американские каналы мой муж например всегда смотрит как машины мустанги старые там переделывают как из них делают красивые конфетки это на самом деле заменило там последних пять лет наш телевизор это мои мальчики смотрят как делают конфеты класс ну в смысле не конфеты в смысле машины старых там убитых мустангов но классических делают хорошие такие вот ну вот про доски то есть человек занял нишу между фуд-блогерами и и соответственно DIY то есть сделай сам а интерес вот люди же на что могут смотреть как огонь там вода и как другие работают то есть если вы что-то делаете своими руками или у вас есть какое-то производство вообще тема хендмейт это вообще очень да 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 ну и соответственно человек вырулил реально на теме кухонные доски то есть и когда мне люди говорят о том что например наш общий знакомый Ярослав у него тема копирайтинг да и он мне рассказывает слушай да там тема копирайтинга в разрезе маркетинга да это никому не надо я буду маленьким человеком с маленькой идеей да я привык на ВК вконтакте в сайте да там ниши где-то вот три тысячи подписчиков засел и хочу там оставаться ну как бы нет при этом почему разговор-то зашел каждый человек который свою какую-то нишу будь то копирайтинг маркетинг ну какие бизнесовые темы юриспруденция бухгалтерия зарабатывание денег финансы там я не знаю страхование и все что вообще что угодно все вот думают что это вот очень все такое далекое и так далее или узкая я например у меня тоже был стереотип что это очень узкая ниша да она не интересна ютубу или например рассмотрим ну вот просто закончу с копирайтингом я им говорю Ярослав но на самом деле ты начни сначала собирать свою аудиторию на ютубе набери 3-4 тысячи человек который им интересен вот твой предмет то есть как написать письмо туда-то как составить текст для того-то живой сделай разбор топ 10 текстов которые благодаря там ну то есть сколько вообще примеров когда хорошо написанный текст заработал и человек благодаря этому тексту заработал миллион долларов некоторые бьются головой об стену стараясь по копеечке набрать эту сумму а тут оказывается взрывной текст шлеп набрал то есть вирусные посты естественно то есть это тема которая как минимум соберет твою аудиторию на ютубе на самом деле широкая аудитория потому что все кто занимается маркетингом все кто занимается своим продвижением своей компанией или кто профессионально занимается кого-то другого обслуживает им вся проблема у всех в копирайтинге всем нужны уникальные тексты я не хочу сейчас на этом запираться и как только ты собрал вот свое какое-то ядро ты уже на ютубе становишься некоторым лидером мнений и дальше смотри что тебе интересно что интересно твоей аудитории ты мастер пират ты доказанная заслуженный эксперт в этой тематике хочешь уходи в художественную литературу хочешь уходи в сценарий хочешь оставаться в бизнес ниши и продолжай как бы искать искать разбирать тематики связанные с предпринимательством а предпринимательство сегмент очень растущий на ютубе люди не знают чем заняться все пытаются туда приходить уже появляются каналы миллионники в этой теме то есть копирайтинг направленный на эту тематику вообще класс а еще никто не умеет например ну то есть что такое умение хорошо писать это значит что ты можешь написать сценарий можешь разложить хоть что угодно вплоть до интервью как брать интервью на самом деле многие сейчас открою просто сломаю многим наверное стереотип считается что вот интервью это сам по себе классный жанр с которого стоит начинать на ютубе ни в коем случае этого не делайте если за вами нет достаточно большого количества народу вот огромный есть стереотип что просто юрий дуть он сам то вообще как бы никто он просто приглашает известных людей да какой он молодец вот у него интервью вот если вы задумаетесь и он кстати сейчас вот по итогам года больше всех заработал в ютубе даже не прыжки в воду даже не детский канал это на самом деле на рейтинге эти не смотрите вся информация она как бы не соответствует реальности да конечно сто процентов я уж не буду говорить кто там что сколько зарабатывает это дудю как раз да но я хотел сказать такую вещь если за тобой нету аудитории да хотя бы там нескольких тысяч десятков тысяч человек то кто бы к тебе не пришел это не будет набирать кроме если ты например не делаешь какого-то формата неудобные вопросы для звезд и вот эту тему как бы отрабатываешь тогда не важно кто там ведущий важно что звезды на этом канале становятся в неудобное положение ну то есть это уже скорее это уже желтая пресса да желтуха вот именно если ты бизнесовый человек будешь приводить к себе на канал известных личностей я видел огромное количество подобных примеров это не будет набирать потому что в первую очередь люди смотрят на ведущего это есть связующее звено между всеми звездами между всеми форматами между всеми вопросами между всеми запросами аудитории люди приходят посмотреть как Дудь разложит там Жириновского или кто там к нему приходил как Дудь будет работать с Шнуровым с Ксюшей Собчак да что он сможет выведать у Шнурова и первое интервью было со Шнуровым разберемся по факту кто такой Дудь до интервью со Шнуровым между прочим был известный уже ведущий несколько лет работой на телевидении на матч ТВ гигантская узнаваемость главный редактор спортсру с номер один блог там то есть миллионы людей его уже знают и плюс сам герой и герой прежде чем выходить с тематика интервью задайте себе простой вопрос сколько вас миллионов человек уже знают прежде чем вы будете кого-то там разносить потому что если вы попытаетесь еще сделать жанр такого хайпового интервью то вопрос возник лишь один а кто ты такой вообще чтобы этому порядочному классному человеку задавать такие неудобные вопросы будет отторжение поэтому нужно все время набирать свой вес и ютуб дает возможность набрать свой вес в любой нише и спрос есть вообще на все ниши будь то прыжки в воду будь то копирайтинг будь то юриспруденция и так далее у нас осталось да 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 я вот как бы финалочку проедусь вот просто небольшой прикол недавно у нас был вопрос но окей ты говоришь там любая тема копирайтинг там сторителлинг от копирайтинга я уже пояснил что можно перейти в принципе набрав аудиторию к любой теме будь то жанровое интервью будь то или там разбор фейлов интервьюшных или перейти к сценариям и разбирать фильмы художественный какой-то жанр ты эксперт возьми тему близкую к копирайтингу и разбирай ее другой пример классный мне вот девушка у меня вот там свадьбы свадебный бизнес я вот веду блог туда заходят только ивентчики и вообще вот все вот вещи разборы свадеб смотрят только ивент-менеджеры а если кто какие платья покупают то есть люди быстро начинают отваливаться и вот сегодня интересно у них завтра свадьба а потом все сразу отвалились на ютубе это очень важно чтобы тема была долгоиграющая если у вас аудитория начинает отваливаться через два месяца все это канал как бы умирает а я говорю слушай но что такое свадьба это же про любовь и ты значит можешь постепенно через вот эти темы связанные со свадьбой что ей предшествует историю любви как сделать предложение это долгоиграющая тема да это долго то есть у вас же естественно что ты говоришь у вас как бизнес предложение бизнес оффер есть как сделать предложение то есть у тебя значит есть экспертиза там ты знаешь тысячи вариантов как правильное парню подкатить девушки или как девушки да там сделать намек что время пришло это просто неисчерпаемая тема да и соответственно у тебя постоянно идет контент и а ты меня спрашиваешь про что делать свадебный канал знаешь когда спрашивают такие темы я всегда привожу пример себя узкая тема прыжки в воду это вообще это настолько узко я набрал свою аудиторию потом попробовал что рядом что взорвало взорвало несколько тем оказалось что даже прыгать не надо было ну то есть первые ролики взорвали так как я сам чемпион европы по клифдайвингу то разборы прыжков с 20 с 27 метров и как я просто показывал что я за эмоции как я больно ли по пяткам обводу то есть по смыслу остановимся то есть по смыслу ты продавал людям счастье ну я свои эмоции эмоции да то есть по смыслу ты не технику продавал ну скажем так началось с этого но оно не очень хорошо работало а по факту то есть я прикинул вообще какие-то простые вещи то есть я не знаю а что будет если прыгнуть в надувной круг и что будет если прыгнуть в кроссовках а что будет если прыгнуть там ну такое что будет если и привязка была к простым вещам почему круг взорвал потому что все этот круг держали все в него запихивались все пытались прыгнуть а я тут придумал а что если с вышки в него прыгнуть и так далее и то есть начал искать темы которые могут заинтересовать сегодня обзоры аквапарков обзоры самый большой самый большой ролик который набрал больше всего просмотров больше всего сейчас порядка семи наверное уже миллионов просмотров набрал набрало видео а могу ли я 85 килограмм сейчас я уже вешу 75 ну не важно тогда весил 85 и мальчик Егор ой я его смотрела вчера последним Егор 8 лет сможем ли мы прыгнуть вместе синхронный прыжок да все я знаю про него и делали вот этот разбор да как мы вдвоем с разными весами с разными весами разница 50 килограмм получится ли у нас синхронный прыжок полтора сальта вперед с 10 метров не буду говорить что там было заходите Вадим Бабешкин канал можно по запросу прыжки в воду сразу найдете да ну и вот смотри осталась минута скажи пожалуйста вот подытожив канал YouTube он подходит любому любая ниша может быть сегодня абсолютно любая и пока все стесняются пока все стесняются срочно начинайте делать берите телефон и первое что это дешевый канал то есть не надо выдумывать зайдите на канал Оскара Хартмана посмотрите первое видео человек берет телефон и начинает снимать набивайте руку прямо сейчас то есть вопрос рекламы не надо никакого там таргета сумасшедшего денег то есть это просто есть второе это этот ролик остается и он живет своей жизнью то есть есть возможность ролику два года он у меня два месяца назад набрал сто тысяч просмотров дополнительно я ничего к нему не делал набирает постоянно да значит не обязательно снимать на профессиональной студии иметь там видеографов монтаж не обязательно да мы с вами мы даже все знаем что видео котиков набирает миллионы просмотров при этом снято абсолютно должно быть видео полезно достаточного полезно достаточного качества тема которая интересна чтобы взорвало нужно что сначала набрать аудиторию чтобы набрать аудиторию нужно снять ролики которые под конкретную нишу то есть не важно и плевать прыжки в воду я делал для новичков проще всего проще всего начать с обучающих роликов вообще Мы советуем начать с обучающихся, как делать это, как делать то. Полезный ролик с достаточно хорошим звучанием, но достаточно хорошее звучание, его можно и через hands-free iPhone добыть, это будет вполне себе достаточно. Достаточно неплохая картинка, то есть айфоновского изображения вполне будет хватать, то есть вот такой лакшери комплект AirPods, беспроводной наушник, плюс iPhone, это не реклама. Короче, и соответственно, и какая-то там, я не знаю, какая-то некоторая регулярность, то есть вы вокруг своей ниши хотя бы раз в месяц делаете эти ролики, и вот сбило ты меня с мысли, вообще самое-самое главное, что ты хотел сказать, что на сегодняшний день на YouTube вот эта нишевая тактика, она будет работать еще пару-тройку лет, это 100%, поэтому нужно срочно-срочно начинать, и главное не думать, не стесняться, и все вас будут поддерживать, это 100%. Блин, я вот с языка сняла какую-то фразу важную, сейчас давай, что ты хотела сказать? Я хотела сказать спасибо тебе за то, что ты пришел, более подробно о том, как запустить, я знаю, что у тебя есть курс, ты помогаешь прям как новичкам с нуля, как сделать страницу, как снять первое видео, ошибки, то есть можно будет у тебя учиться, и ты помогаешь обратной связью, вы разбираете, я знаю, на уроках, сама хочу, кстати, к тебе прийти поучиться. Великом, добро пожаловать, да. В общем, всем спасибо, кто смотрел, если вам интересно, задайте вопросы, мы обязательно постараемся с Владимиром ответить. Вспомнил, вспомнил, вот, Эврика, самое главное, YouTube на сегодняшний день это единственная сеть, которая пропагандирует следующее, вы делаете контент, мы ищем под вас аудиторию. Они бесплатно помогают. Да, то есть, и сколько я не был, сколько не общался с ютубовским руководством, с менеджерами и так далее, у них вот это золотыми буквами, что называются крупными, на стене написано. Мы помогаем. Сделай что-нибудь хорошее, мы поможем найти тебе аудиторию. Мы тебе найдем аудиторию. И ни одна соцсеть настолько качественна, настолько быстро, настолько эффективна, то есть, вот, у меня три недели, сейчас из-за курса канал стоит, три недели, на нем по-прежнему идет по 200 тысяч просмотров в сутки. На какой другой социальной сети у меня будет такой поток трафика. Поэтому это только YouTube, и осторожно, двери закрываются. Лавочка будет свободной еще года 2-3, потом конкуренция, и уже наверняка корпорация добра, как себя когда-то называла Google, что-то прикрутит. Да, что будет очень тяжело. Спасибо, Вадим, очень было приятно. До новых встреч, у нас будут еще интересные гости. Сегодня было очень полезно, полезно самой, мне самой. Я думаю, что вам тоже понравилось. Счастливо. Всем пока. Заходите.